Продолжение следует... 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 Сзади стоит алюминиевый маятник и два амортизатора, тоже с регулировкой преднатяга. Это классическая старая компоновка, которая сейчас в современных некидах очень редко используется. Тормоза сейчас у Сибихи четырехпоршневые с двумя дисками спереди, сзади стоит однопоршневой суппорт. Также у мотоцикла есть АБС, а колеса литые и 17-е. Приборная панель у мотоцикла сейчас традиционная с двумя колодцами, но есть маленький компьютер посередине. Цвет на Сибихах сейчас полностью светодиодный и в Волдере, кстати, есть небольшой бородачок для вещей в обтекателе. У финальной версии есть свои три уникальных цвета и цены начинаются на эти модели от 7400 долларов в Японии. Что, кстати, довольно много для 400-кубового мотоцикла, однако Сибиха всегда была одной из самых дорогих 400-к среди новых моделей. В общем, вот такая вот довольно грустная новость для почитателей этих мотоциклов, но с другой стороны, практически 30 лет на конвейере, это действительно срок. Придем к следующей новости, она у нас из Италии. Итальянский производитель электромотоциклов Энергика выпустил свой первый Эдвенчер. Давайте смотреть подробно, потому что это действительно интересно. Во-первых, это не просто Эдвенчер, сделанный на базе существующего электромотоцикла, а абсолютно новая платформа, которая имеет иной двигатель и более легкие эффективные аккумуляторы. Еще в июне 2021 года компания говорила о том, что разработала новый электромотор совместно с итальянской компанией Marvel. У двигателя была упрощенная конструкция, там сам двигатель и инвертор имели общее жидкостное охлаждение, а также удалось сбросить аж целых 10 килограммов с мотора и снизить его центр тяжести. Помимо этого, новый мотор был мощнее и реже требовал обслуживания. Мне, кстати, очень интересно, какое ему вообще нужно обслуживание. Так вот, именно этот новый мотор и устанавливается на новый турер под названием Xperia. Помимо мотора, в мотоцикле также стоят новые лидии полимерной батареи большей плотности энергии. Максимальная емкость составляет 22,5 киловатт часа, а номинальная 19,6. От 0 до 80% батареи заряжаются всего лишь за 40 минут быстрой зарядкой, но также можно заряжать и долгими зарядками. Теперь про менее электрические характеристики нового мото. Мощность у него 102 лошадиные силы, максималка ограничена 180 километрами в час, а запас хода в городе довольно внушительный, 417 километров. На трассе при этом запас хода 208 километров. Если кто-то не знает, то электромобили и электромотоциклы на трассе жрут больше, чем в городе, а вот в ДВС наоборот. Подвеска у мото полностью регулируется, хода по 15 сантиметров что спереди, что сзади, а вилка стоит диаметром 43 миллиметра. Тормоза на мото поставляют Brembo, спереди стоят два 330-х, заметьте, тормозная диска с четырехпоршневыми радиальными суппортами. Рама у мотоцикла решетчатая, стальная, а маятник и колеса алюминиевые. Кстати, колеса 17-е, а целиком мод весит 260 килограммов, что с одной стороны, конечно, немало, а с другой стороны электромоты обычно весят больше. По сути, у энергики получился такой аналог трейсера от Ямахи или Туризма Велочи от Агусты на электротяге. Выглядит он, правда, как мультистрада, по крайней мере, мне так кажется. Из электроники, помимо режимов движения, есть чувствительные к углу наклона ABS Attraction Control, а вот цена пока неизвестна. Вообще, на мой взгляд, для рынка США это очень неплохой вариант из-за развитых сетей зарядок на трассах, потому что пьешь полчаса кофе, а в это время мотоцикл заряжается до 80%. Классно же. Ну, а с точки зрения Европы и тем более России, ну, пока, я думаю, рановато покупать себе электрические туреры там. А следующая новость у нас из Китая действительно интересная. Есть такая компания, там, она называется Бенда, и известна она прежде всего своим необычным круизером LFC 700. Но вот теперь она удивляет чем-то еще более интересным и необычным, чем этот круизер. Это что-то, это мотор V4, который компания разработала. Во-первых, он непривычно большого для Китая объема. 1198 кубов, это даже больше, чем у Ducati или у Aprilia. По мощности, правда, он несколько отстает от европейских аналогов, однако для Китая цифра все равно впечатляющая. Это 154 лошадиных силы при 9500 оборотах в минуту. Однако, стоит помнить, что компания больше про круизеры, поэтому двигатель, скорее всего, будет использоваться в них. Об этом же говорят и цифры диаметра цилиндров 76 миллиметров и хода поршня 66. Мотор скорее для туринга, чем для гонок. Угол развала составляет что-то между 70 и 75 градусами, точной информации нет. Что, кстати, интересно, моторов было представлено сразу два. Второй с использованием картера от 1200, но объемом всего лишь 496 кубов. Да, это тоже V4. Выдает он 57 лошадиных сил при 10 тысячах оборотов в минуту, а диаметр цилиндра и ход поршня практически идентичный. Мотор более спортивно ориентированный. Вообще, на самом деле, если вы обратили внимание, я вам довольно много в последний год рассказываю новостей из Китая, и все больше и больше оттуда новостей действительно интересных. То есть, китайский рынок начинает делать что-то, что раньше боялся. Это и средние кубатурники, и стали появляться крупные кубатурники, и какие-то круизеры, пауэр-круизеры, и совсем они этим рвутся на европейский рынок. Мне кажется, еще буквально года 3-4, и действительно, китайские моды по качеству будут, ну, не хуже простеньких японских. Ну, по крайней мере, мне так кажется, поживем увидим. А следующая новость у нас от компании Triumph. Я вам рассказывал в начале этого года о том, что Triumph проступает в фазе испытаний своего инновационного электромотоцикла TE1. И вот, 31 мая этап живого тестирования был завершен. Есть ли какие-то интересные результаты или сюрпризы? Компания заверяет, что есть, но пока хранит молчание. Triumph объявил, что расскажет в подробностях о реальных характеристиках мотоцикла по итогам испытаний 12 июля этого года. Я напомню, что этот мотоцикл будет не просто еще одним электромотоциклом, а марка обещает, что там будет прорыв по плотности энергии, и вообще все гораздо более продвинутое, чем было до этого. Мне лично очень хочется верить, что это действительно так, и я думаю, что если бы у них не вышло сделать что-то из заявленного, то они бы не объявляли дату, когда они пафосно на презентации расскажут о своих достижениях. Поэтому ждем середины июля, и я надеюсь, что мы с вами увидим действительно какой-то прорыв в электромотоциклостроении. А следующая новость у нас очень необычная. Стартап под названием RoboSystems изобрел электрический полноприводный мотоцикл для бездорожья. Давайте посмотрим, как он выглядит. Мотоцикл обращается в глаза огромные колеса. На виде сбоку он и вовсе похож на квадроцикл, посмотрите. Задняя подвеска у него простейшая, с двумя амортизаторами. Баком служат канистры, передней подвески, кажется, и вовсе нет. Каким еще баком, спросите вы, он же электрический. Подождите немножко обо всем по порядку. Зачем вообще нужна такая странная конструкция? По самому слову разработчиков, огромные колеса имеют низкое давление, чтобы цепляться за любую поверхность, от песка до снега. В ступице каждого колеса есть по электромотору, именно поэтому мотоцикл полноприводный. Дальность входа у него невелика, это всего лишь 64 километра, но по асфальту на нем вряд ли кто-то захочет перемещаться, поэтому для бездорожья дальность, на мой взгляд, неплохая. Конструкция у мотоцикла модульная, его можно оснастить генератором на 800 ватт, инвертором или поплавками, и тогда он сможет плавать. А чем заправлять генератор? Помимо пресловутой канистры, которая играет роль бака, в каждом из алюминиевых колес, внимание, есть хранилище под топливу, и суммарно это 27 литров, что, в общем-то, немало. В общем, у ребят получилась довольно странная штука, я не знаю, для кого она, для полярников или для каких-то егерей, которые в тайге живут, и что интересно. Стартап планировал производить эти мотоциклы в России. Я, правда, не понял, стартап российский или нет. Но из-за военных действий они решили перенести производство, внимание, в Дубай. Очень странный выбор мест, ну да ладно. Ну и теперь самое главное – это цена. Базовая версия стоит всего лишь 1790 долларов, а если докинуть в нее генератор, инвертор и поплавки, то получится 2590 долларов. И, на мой взгляд, это просто отличный ценник за новый мотоцикл, который даже плавать умеет. Ну и финально, я думаю, что этот мотоцикл может по праву считаться самым проходимым генератором в мире. А следующая новость у нас про мод резину. Она будет важной для вас, если у вас стоит резина от компании Continental. Компания выяснила, что допустила брак при производстве покрышек серии TKC80, Conti Go, K62 и LB. Этот брак может привести к расслоению протектора, что, в свою очередь, может привести к аварии. Всего отзыву подвержены аж почти 69 тысяч покрышек, которые были выпущены с января 2019 по мае 2022 года. В США вы сможете прийти и обменять вашу резину на новую, но вот насчет России я не уверен. Позвоните дилерам, но что-то мне подсказывает, что никто ничего менять сейчас не будет. Поэтому, если вы ездите на этой резине, то дойдите до мотоцикла и внимательно изучите состояние покрышек, потому что, я думаю, лишним это точно не будет. Ну и финальная новость у нас сегодня из Италии. В декабре 2021 года итальянское правительство приняло закон с довольно расплывчатыми формулировками, которые, если их трактовать определенным образом, прямо запрещают использование любых транспортных средств на природных территориях, кроме тех, которые необходимы для обслуживания этих самых территорий. Итальянские мотоциклисты, понятное дело, обеспокоились таким положением дел и с помощью двух федераций в Италии мотоциклисты объединяются в федерации, видимо, именно для таких вещей, обратились к правительству для разъяснений. И вот сейчас, 26 мая 2022 года, две организации опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что закон в декабре 2021 года вообще не повлияет на пользователей внедорожных мотоциклов. В ходе переговоров с министерством сказали, что этот указ не может и не хочет вводить инновационные или ограничительные правила, касающиеся проезда или удобства использования лесных дорог. Также он не может оказывать дисквалифицирующего воздействия на возможность организации развлекательных и спортивных мероприятий в лесных районах. Неясно, в общем, изначально кривый текст закона написали или решили интерпретировать закон иначе под давлением общественности, но теперь итальянские эндуристы могут снова спать спокойно. Ну и, в общем, мы видим пользу от общественных объединений в демократических странах, где, если правительство приняло какой-то закон, который ущемляет права какой-то прослойки населения, эта прослойка может пойти и с правительством поговорить. И, как видите, даже иногда получается что-то полезное. Вот и все новости на сегодняшний день. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите об этом в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok